Открытыми нередко оказываются заброшенные или недостроенные дома. Они привлекают детей, хоть и таят в себе немало опасностей. В Иркутске с одного из таких зданий сорвался школьник. Кто отвечает за безопасность объектов, выясняла Дарья Эйвазова. Еще несколько дней назад забора возле этого недостроя в Иркутске не было. Ограждение появилось после того, как здесь едва не разбился подросток. Двое школьников решили поиграть в заброшенном здании, и один из них упал с третьего этажа. Мальчик получил много травм, и теперь ему предстоит долгое лечение. После этого собственников обязали обезопасить объект. В независимости от организации, либо от частного лица, который отвечает непосредственно за объект, о котором идет речь, обязаны обеспечить охрану этого объекта, либо огородить его каким-то забором, то есть исключить доступ к нему посторонних лиц, любых лиц, в том числе и несовершеннолетних. За отсутствие забора могут привлечь к ответственности. Это может быть штраф или обязательные работы. А в следующем году все заброшки, недостроя и промзоны внесут в карту опасных для детей мест. И следить за их безопасностью будут муниципалитеты. Но если ребенок, несмотря ни на что, прорезет на охраняемый объект, то наказать могут и родителей. Мы инициировали в том числе внесение вот этих вот всех мест, опасных для посещения в списки в рамках областного закона о том, чтобы дети не посещали эти места. И в случае, если недогляд идет и со стороны родителей, была возможность по привлечению к административной ответственности. Ждать от ребенка, что он сам будет каким-то образом сопоставлять опасность и безопасность, ну это нереально, потому что у детей нет этого представления еще полного о опасности объекта. У детей еще не развито уровень вот этого опасности, такой как у взрослых. И как раз этот уровень обязаны создавать взрослые, рассказывать о том, что такое опасно, что такое безопасно. Усугубляет ситуацию и то, что заброшенные здания зачастую мало того, что не огорожены, они еще и находятся рядом со школами или жилыми домами. На самом деле попасть в это заброшенное здание не так уж и сложно. По всему периметру находится несколько таких окошек, которые почти наверняка заинтересуют любопытного ребенка. И это вдвойне опасно с учетом того, что напротив находится огромный жилой комплекс с большим количеством детских площадок. Остается лишь надеяться, что со временем опасные объекты перестанут быть столь доступными для детей. Дарья Айвазова, Виктор Черкашин, Андрей Назаров. Новости по будням.